здравствуйте сегодня мы начнем восьмой параграф по моему последовательности случайных величин законы больших чисел законы больших чисел в теории вероятности важное место занимают так называемые предельные теоремы которые вот и относятся законы больших чисел центральная предельная теорема она связана с асимптотическим поведением некоторых последовательность случайных величин поэтому мы начнем с того что введем пару определений сходимости последовательности случайных величин ну уже в математическом анализе вы знаете что последовательность функции может сходиться скажем по точечно равномерно и еще различные есть сходимости среднем так вот и с последовательностями случайных величин у нас есть несколько видов сходимости давайте начнем определять первое определение пусть xi 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 1 xi 2 так далее это случайные величины определенные на одном и том же вероятностном пространстве скажем омега будем говорить что последовательность кси сходятся почти наверное случайное величине кси и записывать вот так если вероятность события того что предел 3 н стремящемся бесконечности кси омега равняется кси от омега омега это элементарное событие равно единички но другими словами с вероятностью 1 кси nt сходится кси говорим почти наверное эту сходимость можно охарактеризовать следующим образом давайте мы я пока оставлю это определение здесь потом мы еще здесь добавим одно определение давайте мы вынесем лему сюда лему 1 и так пусть так же как вот в определении кси кси 1 кси 2 и так далее случайные величины случайные величины определенные на вероятностном пространстве омега fp и для эпсилом больше 0 определим вот такие события а н эпсилом или множество элементарных событий это множество тех омега для которых модуль кси n от омега минус кси от омега больше либо равно чем эпсилом тогда 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 кси nt сходится почти наверное кси в том и только в том случае если если вероятность верхнего предела а эпсилом равняется нулю для всех эпсилом больших нуля ну вот сходимость почти наверное можно как бы охарактеризовать вот в этих терминах таким образом я напомню что такое у нас верхний предел последовательности множества или событий это означает что омега входит в верхний предел если она принадлежит бесконечному числу множество последовательности ну либо у нас есть конструктивное определение давайте докажем это доказательство доказательство ну обозначим через а это те элементарные события на которых нарушается сходимость то есть 7 от омега давайте так напишем не сходится кси от омега ну тогда по существу условия того что ксен сходится кси почти наверное это эквивалентно тому что вероятность а равняется ну так поскольку это дополнительное событие ну вот к тому которое в определении сходимости почти наверное так нам нужно показать вот это эквивалентно тому что вот здесь написано давайте давайте заметим следующее что давайте ну еще а эпсилон давайте обозначим это верхний предел последовательности а эпсилон я напомнил это конструктивно мы можем представить это вот так это пересечение по n от единички до бесконечности объединений по k больших либо равных n а к эпсилон вот такое конструктивное определение если словами сказать то омега принадлежит верхнему пределу в том и только том случае если она принадлежит бесконечному числу вот а н эпсилон то есть есть последовательность амката которым принадлежит омега хорошо ну если мы посмотрим на аэпсилон то мы можем заметить что омега принадлежит а то есть если нарушается сходимость так то это означает что это в том и только в том случае если омега принадлежит некоторому аэпсилон при некотором эпсилон больше нуля ну почему что означает что у нас последовательность кси от омега а это уже числовая последовательность когда мы омега поставили не сходится кси от омега ну это значит найдется эпсилон некоторая так такое что какой бы номер мы не взяли здесь найдутся анк ты такие номера нк ты такие что вот это вот выполняется так противном случае мы бы имели сходимость а это будет означать что омега принадлежит ну последовательности аэнк эпсилон ну а значит принадлежит верхнему пределу так ну я бы ну и обратно если при некотором эпсилон выполняется это то понятно что у нас последовательность не сходится ну тогда давайте заметим еще вот такое свойство если мы возьмем эпсилом 1 и эпсилом 2 а эпсилом 1 будет меньше чем эпсилом 2 то у нас будет иметь место вот такое включение при эпсилом 1 меньше эпсилом 2 ну потому что здесь ослабляется условие и все события аэн эпсилом 1 они содержат в себе события аэн эпсилом 2 так ну отсюда следует что же что вот это наше а эпсилом можно представить как предел тогда у нас получается монотонно возрастают а 1к давайте напишем н н а 1к н эпсилом при к стремящемся к бесконечности так а вот так нас интересует вот это вот событие а на котором нарушается сходимость так вот это событие а это будет как раз предел ну он будет предел аэпсилом но эпсилом континуальное я не могу взять потому что я хочу применить свойства непрерывности вероятностной меры поэтому мы воспользуемся тем что у нас есть монотонность и возьмем в качестве эпсилом единичка на к так когда к стремится к бесконечности единичка на к стремится к нулю получается что вот вот эти вот а 1к будут монотонно возрастать и стремится к а но тогда силу свойства непрерывности вероятностной меры мы имеем что предел при к стремящемся к бесконечности вероятность а 1к равняется вероятности а а это а это вот у нас сходимость почти наверное том и только в том случае если это равно нулю так но это равно нулю в том и только в том случае если каждая вот вот это равно нулю потому что они монотонно возрастая сходятся к нулю так таким образом лирма доказано вот следующее следующее определение дает другую исходимость давайте мы рядышком здесь напишем определение пусть снова опять таки кси кси 1 кси 2 и так далее такие же как вот в определении предыдущем будем говорить будем говорить что последовательность кси м сходится кси по вероятности по вероятности по вероятности это вот сходимость по вероятности вот это термин а вот так мы это будем записывать вот если для всех эпсилом больше нуля выполняется условия предел при n стремящимся к бесконечности вероятность того что модуль кси n отличается от кси больше чем на эпсилом этот предел равен вот ну если мы посмотрим на это определение я доказательства вытру а условия пока оставлю глебы так если мы посмотрим на это определение то мы можем заметить следующее что условия сходимости по вероятности можно тоже сформулировать в терминах вот этих множеств а н эпсилом или событий можно сказать что кси n сходится кси по вероятности в том и только в том случае если для любого эпсилом больше нуля вероятность а н эпсилом стремится к нулю при n стремящемся к бесконечности ну вот если мы посмотрим на определение то фактически мы могли бы вот так записать ну и давайте тогда это позволяет нам установить соответствие между или сравнить вот эту сходимость и сходимость по вероятности так давайте мы это сформулируем в виде леммы 2 чтобы зафиксировать это так если последовательность кси n сходится почти наверное кси то отсюда следует что кси n сходится кси по вероятности то есть как бы сходимость почти наверное она более сильная сходимость из нее следует сходимость по вероятности давайте напишем доказательство Оно не сложное, оно уже почти здесь есть. Ну, что нам дано? Пусть кси-НТ сходится кси почти, наверное. А вот у нас есть лема, которая дает критерий этой исходимости. Так в терминах как раз АН-эпсилум. Ну, давайте мы заметим, что по леме 1 для всякого Эпсилум больше нуля должно выполняться условие. Вероятность АЭпсилум равняется нулю. АЭпсилум мы обозначили верхний предел, чтобы не повторяться. Так, нам нужно показать, что вот предел АН-эпсилум, вероятность АН-эпсилум стремится к нулю. Ну, для этого давайте опять-таки вспомним АЭпсилум мы могли бы представить вот так. Это пересечение по Н от единички до бесконечности объединений по К больших либо равных Н АКЭпсилум. Так, давайте вот это объединение по К больших либо равных Н АКЭпсилум обозначим БНЭпсилум. И мы видим, что БНЭпсилум как себя ведут? Они монотонно убывают. Так? Они монотонно убывают по Н. Почему? Ну, потому что чем больше Н, тем меньше у нас в объединении множество. И монотонно убывают они как раз КАЭпсилум. Следовательно, по свойству непрерывности вероятностной меры мы имеем предел при Н стремящемся к бесконечности вероятности БНЭпсилум равняется вероятность АЭпсилум. А это 0, поскольку у нас так. Ну, и теперь остается заметить, что для каждого Н у нас АНЭпсилум содержится в БНЭпсилум, поскольку АНЭпсилум входит в это объединение. Ну, еще что-то может добавиться. Ну, отсюда следует, что вероятность АНЭпсилум не превышает вероятности БНЭпсилум. Ну, а поскольку это стремится к нулю, а это не отрицательно, естественно, то это тоже стремится к нулю. Ну, вот, лема 2 тоже доказано. Хорошо. А теперь обратимся как раз уже к законам больших чисел. Вот и первый закон больших чисел, теорема 1. Это закон больших чисел Чебышева. Звучит он так. Пусть КСИ1, КСИ2 и так далее. Это последовательность. Ну, обратите внимание, что мы требуем от этой последовательности. Независимых. Это важное условие. Независимых. Случайных величин. С конечными математическими ожиданиями и дисперсиями. При этом мы требуем, чтобы дисперсии всех КСИ-катых не превышали, ну, некоторого числа С, для всех К равных 1, 2 и так далее до бесконечности. Тогда для любого Эпсилум больше нуля выполняются условия. Предел при n стремящемся к бесконечности вероятность того, что модуль Sn поделить на n минус мат ожидания Sn поделить на n больше либо равно Эпсилум. Вот этот предел равен нулю. где Sn, как обычно, это сумма первых n случайных величин. Вот формулировка наша. Закон больших чисел Чебышева. Доказательства. Доказательства основаны на неравенстве Чебышева, поэтому это и закон больших чисел Чебышева. Ну, давайте мы сразу же для этой вероятности применим неравенство Чебышева. Итак, силу неравенства Чебышева модуль Sn поделить на n минус математическое ожидание от Sn на n так больше либо равно Эпсилум. По неравенству Чебышева не превышает внизу Эпсилум квадрат, а здесь дисперсия Sn на n. Ну, мат ожидания Sn поделить на n это и есть мат ожидания вот этого. Поэтому, а здесь мы пишем дисперсия Sn на n. Ну, единичка на n за знак дисперсии выносится с квадратом, так, поэтому это равно дисперсия Sn поделить на n квадрат на Эпсилум квадрат. Теперь давайте заметим, что у нас во-первых, случайные величины независимы, поэтому дисперсия Sn равняется сумме дисперсии по К от единички до n дисперсии к секатах. А второе, давайте воспользуемся условием равномерной ограниченности дисперсии. Это меньше либо равно каждое дисперсии не превышает c, всего их n, n на c. Ну, если мы теперь вернемся к нашему неравенству, то мы можем его продолжить. Вот это неравенство, писать меньше либо равно дальше вот вероятность этого и заменить дисперсию Sn на nc. Ну, тогда одно n сократится, здесь будет стоять c, а здесь будет n ε квадрат. Так, ну и мы видим, что это c фиксированное число, ε фиксировано, когда n стремится к бесконечности, это стремится к нулю при n, стремящемся к бесконечности. таким образом закон больших чисел в форме Чебышова мы доказали. Ну, один из первых законов больших чисел это был закон больших чисел Бернули. Давайте мы его выделим здесь, сформулируем теорема 2. закон больших чисел Бернули. Ну, понятно, что он связан со схемой Бернули. Так, пусть sn это число успехов, успехов в схеме Бернули. В схеме Бернули. В n независимых испытаниях так с вероятностью успеха в отдельном испытании p маленькая. p маленькая между нулем и единичкой. Так, тогда для любого ε больше нуля выполняется условие вероятность того, что модуль sn поделить на n минус p больше либо равно ε стремится к нулю, ну, или можно было написать предел равен нулю при n стремящемся к бесконечности. Доказательство просто сводится к закону больших чисел чебушево. Если мы заметим, что sn можно представить в виде ξ1 плюс и так далее плюс ξn, где ξи это это индикатор успеха индикатор успеха в итом испытании. Испытание итак ну, понятно, что у нас вероятность ξитова равная единичка равняется p маленькая, вероятность ξитова равная нулю равняется единичка минус p. Понятно, что у нас эти все случайные величины одинаково распределены, они независимы, поскольку относятся к различным к независимым испытаниям. То есть и для теперь если мы возьмем матожидание sn поделить на n, это как раз и будет p, потому что матожидание каждого ξитова это p и матожидание sn это будет mp поделили на n это p. так поэтому мы применяем сразу же вот в теорему 1 и по теореме 1 у нас вот это стремится к нулю. Вот. Ну, давайте посмотрим, что же выражает закон больших чисел формы Бернули. Что такое sn поделить на n? Это фактически частота появления успеха, то есть частота появления события. Аp это его вероятность. так вот закон больших чисел Вернули как раз нам подтверждает наше представление о том, что частота приближается к вероятности при n стремящемся к бесконечности. то есть вот отличие от насколько будет на малую величину ε частоты от вероятности вероятность этого стремится к нулю. Хорошо. Вот мы сформулировали, доказали два закона больших чисел, которые можно, в общем-то, сформулировать в терминах наших определений, то есть в терминах сходимости. Давайте я вот это доказательство вытру, пока оно уже как бы наверное зафиксировалось, то пока пусть останется. Вот. Как мы можем сформулировать вот иначе утверждения, которые составляют законы больших чисел? Ну, во-первых, в законе больших чисел Берноль сразу видно, что Sn поделить на n это последовательность случайных величин, так? И утверждение теоремы 2 можно сформулировать так, что по вероятности эта последовательность случайных величин сходится к числу p, то есть к среднему. Так? Вот. Это тоже можно было бы так же сформулировать, но только взять, например, Sn поделить на n случайную величину минус от ожидания Sn поделить на n. вот, получается последовательность случайных величин она тоже по вероятности должна стремиться к нулю. Так? Вот. И вот в такой форме, то есть когда у нас стремление вот к среднему по вероятности, эти законы больших чисел называют слабыми законами чисел, слабый закон больших чисел. Вот в том случае, когда здесь сходимость почти наверное, вот это те законы больших чисел называются сильные или усиленный закон больших чисел. Усиленный закон больших чисел это когда у нас сходимость по вероятности заменяется на сходимость почти наверное. Вот давайте докажем сейчас усиленный закон больших чисел. Давайте я вытру там наверное название здесь и сформулируем. Я хочу сохранить лему 1, поскольку буду на нее ссылаться, чтобы она осталась у нас на доске. Давайте мы сформулируем усиленный закон больших чисел. Ну понятно, мы должны что-то потребовать немножко больше так, чем в законе больших чисел Чебышева. Итак, теорема 3 теорема 3 можно сказать, что это усиленный закон больших чисел. пусть пусть кси 1 кси 2 и так далее последовательность ну вот обратите внимание, что мы здесь требуем независимых одинаково распределенных распределенных случайных величин с математическим ожиданием у них у всех теперь математическое ожидание дисперсия будет одинаково, с математическим ожиданием каждого ксикатова пусть а и дисперсии мы требуем еще конечность дисперсии каждого ксикатова равного сигма квадрата тогда сн поделить сходится сходится наверное к а при н стремящемся к бесконечности ксикатова ксикатова ну 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 тогда ну ну тогда дисперсии все будут равномерно ограничены Прежде всего, давайте заметим следующее, что мы можем ограничиться случаем, когда все случайные величины наши не отрицательны. То есть достаточно доказать нашу теорему вот в этом предположении. В противном случае мы могли бы перейти, ну, разложить ксикаты на ксикатая с плюсиком, ксикатая с минусиком на положительную отрицательную часть и провести доказательства для каждой отдельно. Так, поэтому мы будем предполагать, что у нас выполнено вот это условие. Это как бы мотивировка. Так, поэтому я не вытираю. Итак, мы проводим доказательства в этом предположении. Этого достаточно. Давайте мы рассмотрим сразу же вот эти события АН-эпсилон. Глядя на лему 1, у нас есть лему 1, которая дает критерий сходимости почти, наверное, в термонах событий АН-эпсилон. Поэтому давайте мы АН-эпсилон запишем вот в нашем случае. В нашем случае это будут события, когда СН, я напишу от омега, потому что поделить на Н, отличается от А больше, чем на эпсилон. Так, и по существу, по существу, вот, ну, стремление, верхний предел, как бы, этой последовательности для любого эпсилона, если равен нулю, то это эквивалентно сходимости почти, наверное, это утверждение АН-эпсилон 1. Но что мы можем здесь получить? Давайте посмотрим. Давайте мы воспользуемся опять неравенством Чебышева. И мы напишем вероятность АН-эпсилон, я повторю, но только не буду писать омега здесь, так, вероятность, чтобы было видно, как я применяю неравенство Чебышева. Это вероятность вот такого события. СН поделить на Н минус А больше либо равно, чем эпсилон. Силу неравенства Чебышева это не превышает. Посмотрите, А это как раз мат ожидания СН на Н, так, поэтому мы применяем неравенство Чебышева. Здесь будет у нас дисперсия СН, опять-таки, поделить на Н, здесь эпсилон квадрат. Но поскольку единичка на Н квадрат у нас выносится, здесь будет Н квадрат на эпсилон квадрат, а здесь дисперсия СН. Теперь, опять-таки, поскольку у нас случайные величины независимы, да еще одинаково распределены, то дисперсия СН это будет Н на эпсилон квадрат. Таким образом мы получаем, здесь одно Н сокращается, здесь СН квадрат, а здесь получается Н на эпсилон квадрат. Вот такая оценка получается из неравенства Чебышева. Теперь давайте мы рассмотрим подпоследовательность НК, ну, я ее напишу, это К квадрат. Мы будем идти по квадратам натуральных чисел. НК это К квадрат. То есть мы рассматриваем подпоследовательность НК равен К квадрат. Тогда на этой подпоследовательности, ну, я сначала напишу, вероятность АНК, имеется в виду, вообще-то, говорят, здесь К квадрат. Эпсилон, как мы получили, не превышает, ну, мы вместо НК квадрат ставим, Сигма квадрат поделить на К квадрат на Эпсилон квадрат. Так? Но тогда отсюда следует, что если мы возьмем эту подпоследовательность, возьмем сумму по К от единички к бесконечности, вероятностей А. Ну, давайте я уже сразу К квадратность напишу, потому что подпоследовательность К квадрат и Эпсилон так. Она мажорируется рядом вот этим. Это меньше либо равно, чем ряд по К от единички до бесконечности. Ну, Сигма квадрат поделить на Эпсилон квадрат мы его могли бы за знак суммы вынести. Но здесь стоит единичка на К квадрат. А единичка на К квадрат, вы знаете, это сходящийся ряд, то есть ряд сходится. Но тогда по леме Борреля-Кантеля, она у нас была в самом там, где-то, Борреля-Кантели, я напомню. Вероятность верхнего предела вот этой подпоследовательности событий, верхнего предела А к квадрат Эпсилон равняется нулю. Это первая часть лемы Борреля-Кантеля. Там у нас две части были в леме Борреля-Кантеля, там еще в зависимости все равно. Вот это вот первая часть, она как раз нам дает вот такое условие. А если мы посмотрим на лему 1, то отсюда мы можем заключить, что это для любого Эпсилона больше нуля. Так, мы можем заключить, что подпоследовательность СК квадрат поделить на К квадрат, вот если мы возьмем, почти, наверное, сходится к А. Так, вот это из лемы 1. То есть лема Борреля-Кантеля нам дала утверждение относительно верхнего предела последовательности. А из лемы 1 мы получаем вот эту сходимость. Ну, то есть мы фактически получили утверждение теоремы, но только на подпоследовательности. Так, теперь нам нужно было бы перенести на всю последовательность это. Ну, это мы сделаем следующим образом. Давайте мы заметим следующее. Значит, пусть у нас Е, это множество, на котором, давайте я так и напишу, омега, на котором выполняется вот это условие. То есть предел река, стремящегося к бесконечности, СК квадрат от омега поделить на К квадрат равняется А. То есть это условие почти, наверное, это значит с вероятностью 1, так? Поэтому она может нарушаться, ну, на множестве элементарных событий, которые составляют вероятность 0. Поэтому из этого следует, что вероятность как раз Е равняется единичке, так? Ну, а теперь я хочу показать, что на этом множестве, то есть на этом событии, у нас и вся последовательность сходится к А. А тем самым теорема будет доказана, потому что вот это Е имеет вероятность 1. Итак, пусть теперь у нас элементарное событие из нашего Е. То есть мы знаем, что на этом Е выполняется вот это условие. Вот, и тогда давайте проведем такое рассуждение. Если мы возьмем произвольное Н натуральное, так? Ясно, что нас будет интересовать Н, стремящийся к бесконечности, так? То для каждого натурального Н мы можем подобрать К. Натуральное такое, что, скажем, Н больше либо равняется К квадрат, но меньше К плюс 1 в квадрате. Так, то есть мы заключим Н между двумя числами, которые характеризуют подпоследовательность нашу. Ну, давайте заметим тогда вот такое неравенство. Если мы возьмем единичка поделить на К плюс 1 в квадрате, СК квадрат, так? Мы все рассматриваем, префиксировали домобега. То есть здесь я не буду писать зависимость от омена, но мы его зафиксировали. Фактически это уже у нас, как бы, числа. Ну, давайте заметим, что это меньше либо равняется, чем СН поделить на Н. Ну, в действительности, смотрите. Здесь мы как раз воспользовались тем, что мы рассматриваем КСИ1, КСИ2 и так далее неотрицательные случайные величины, так? Поэтому, поскольку К квадрат меньше либо равняется, чем Н, то СК квадрат меньше либо равняется, чем СН, потому что здесь может быть больше количества слагаемых, так? Теперь, поскольку Н меньше, чем К плюс 1 в квадрате, то единичка на К плюс 1 в квадрате меньше, чем единичка на Н, так? Вот. Так что это неравенство очевидно. Теперь второе неравенство, меньше либо равно, а здесь мы возьмем единичка на К квадрат, а в качестве С К плюс 1 в квадрате. Вот. Ну, и это неравенство тоже совершенно очевидно, потому что вот эта сумма больше либо равна, чем эта сумма, ну, а число Н меньше, чем К, больше, чем К квадрат, так? Больше либо равно, чем К квадрат, поэтому мы когда делим, то здесь мы получим больше. Итак, вот такое неравенство очевидно. Ну, а теперь давайте мы перепишем вот это неравенство в эквивалентном виде. Это эквивалентно вот чему. Давайте мы напишем это вот в эквивалентном виде. Мы напишем так. Здесь мы умножим на К квадрат и поделим на К квадрат. Мы ничего не изменили, правильно? То же самое. Вот К квадрат сократилось, и мы пишем это меньше либо равно СН поделить на Н, так? А это меньше либо равно. То же самое сделаем. Мы К плюс 1 в квадрате умножим, поделить на К квадрат, а здесь возникнет у нас уже СК плюс 1 в квадрате на К плюс 1 в квадрате. Ну, а теперь давайте заметим, когда Н стремится к бесконечности, К тоже стремится к бесконечности, так? Потому что мы отодвигаемся все дальше. Но вот это стремится к единичке, так? Вот это, поскольку мы взяли омега из Е, так? Так, стремится к А. Вот это, опять-таки, стремится к единичке, а это, опять-таки, стремится к А. Ну и, следовательно, СН на Н тоже стремится к А. А поскольку вероятность Е равняется единичке, то мы доказали, что СН на Н сходится к А почти на верное. Теорема доказана. Если есть вопросы, то, пожалуйста, я попробую. Это вот уже усиленный закон больших чисел. Хорошо, если здесь все ясно, то тогда давайте мы введем еще одно, еще одно усходимость последовательности случайных величин. Ну и сравним ее со сходимостью по вероятности. Давайте напишем определение. Определение. Ну, опять-таки, пусть КСИ, КСИ1, КСИ2 и так далее. Случайные величины, определенные на одном и том же вероятностном пространстве. Ну, пусть Р некоторое больше нуля. КСИ2 и у нас конечные математические ожидания. КСИ в степени Р меньше бесконечности и математические ожидания КСИ в степени Р меньше бесконечности. Будем говорить, говорить, что КСИНТ сходится к СИ вот так будем писать, в среднем порядка Р если математическое ожидание от модуля КСИН минус КСИ в степени Р стремится к нулю при Н стремящемся к бесконечности. Ну, особо выделяется здесь в случае Р равное 1, тогда говорят сходимость в среднем и Р равное 2 это сходимость в среднем квадратичном в среднем квадратичном Ну, давайте сделаем замечание замечание Если при некотором Р больше 0 КСИНТ сходится КСИ в среднем порядка Р КСИ то КСИНТ сходится КСИ и по вероятности. То есть исходимость в среднем любого порядка следует исходимость по вероятности. Ну, доказательство основывается опять-таки на неравенстве Чебышева. нам нужно доказать, что вероятность того, что КСИН минус КСИ больше либо равно Эпсилам стремится к нулю. Так, при энцемящемся к бесконечности. Вот. Но мы можем эту вероятность записать в эквивалентном виде. Так? Это вероятность события, что модуль КСИН минус КСИ в степени Р больше либо равно чем Эпсилам в степени Р. Мы воспользовались тем, что Х в степени Р монотонна возрастающая функция. Так? А здесь применяем неравенство Чебышева. Но только вообще-таки формально мы применяем неравенство Маркова в нашей терминологии. Его тоже называют неравенство Чебышева. Тогда это меньше либо равно. Математическое ожидание от вот этого модуль КСИН минус КСИ в степени Р поделить на Эпсилам в степени Р. Но поскольку у нас КСИН сходится КСИ в среднем порядка Р выполняется вот это. Следует это стремится к нулю при Н стремящемся к бесконечности. И это означает сходимость по вероятности. Хорошо. Ну вот как бы такие у нас есть сходимости. Ну и давайте еще мы отметим следующее, что вот если мы будем находиться в условиях теоремы 3, так в условиях теоремы 3, вот я сохранил формулировку, так, то заключение можно сделать не только такое, но и сходимость, ну скажем, в средне-квадратичном, так. Если вы... Давайте еще сделаем замечание. замечание. В условиях теоремы 3, вот она у нас, кси-энт, о, у нас не кс-энт, а с-энт, с-энт поделить на n сходится к а в средне-квадратичном. Ну, доказательства. Доказательства, опять-таки, здесь следуют вот каким образом. Нам нужно посмотреть на математическое ожидание sn поделить на n минус a в квадрате. Так. Вот. С-энт поделить в квадрате. Так. А, вот. Ну, давайте заметим, что если у нас это можно вот так представить, это равно sn это сумма у нас, так, кси-1, кси-2 и так далее, кси-энт, я напомню, у нас одинаково распределенные, вот с такими у нас показателями, так, тогда мы можем написать это математическое ожидание, ну, модуль можно опустить, потому что квадрат мы рассматриваем, так, а здесь мы можем написать вот что, мы можем написать это сумма, вот, единичка на n, давайте поставим, так, тогда а здесь можно написать сумма кси-катых минус а попка от единички до n, все это в квадрате, так, верно, потому что сет, это вот, вот эта сумма, от ожидания каждого кси-катого а, так, вот, а теперь мы можем написать это равно, это равно, ну, что же у нас, мы возводим в квадрат, так, сумму, ну, давайте мы напишем так, единичка на n квадрат, так, а сумма у нас получается двойная сумма, так, а теперь в скобочках напишем так, сумма в квадрате, здесь у нас получается, выделим случай, когда индексы совпадают, это значит будет сумма о и от единички до n от ожидания кси-и минус а в квадрате, так, и плюс двойная сумма и не равняется жи, так, от ожидания кси-и минус а на кси-ж минус а, кси-ж минус а, так, вот, теперь давайте заметим, каждая вот эта слагаемая, это сигма квадрат, потому что это дисперсия кси-и того, так, вот, а вот это можно, поскольку кси-и кси-ж независимы, то мы можем воспользоваться мультипликативность, свойством мультипликативности математического ожидания, а математическое ожидание от кси-и минус а, ноль, поэтому эта вся сумма двойная зануляется, и потому это все равно, это все равно, здесь н сигма квадрат, значит, одно н сокращается, сигма квадрат на н, и это стремится к нулю при н стремящемся к бесконечности, то есть мы показали, что с н поделить на н сходится в среднем квадратичном к математическому ожиданию этих случайных величин. Хорошо, если здесь нет вопросов, то тогда мы перейдем к следующей теме. Вот. У нас будет еще один закон больших чисел в форме Хинчена, но он уже доказывается с помощью техники характеристических функций. Поэтому давайте мы сейчас перейдем вот еще к одной теме, которая будет задействовать метод характеристических функций. Так, это у нас будет параграф 9. Давайте мы его озаглавим так. Слабая сходимость или лучше давайте это слабая сходимость в общем-то мер. мы так напишем. Сходимость по распределению это для случайных величин. Сходимость по распределению и центральная предельная теорема. Центральная предельная теорема. сходимость по распределению центральная предельная теорема. Ну вот мы давайте вспомним с каждой случайной величиной кси мы связывали характеристическую функцию H кси от t. Ну по вероятностному определению это E в степени и t кси так математическое ожидание. И мы отмечали, что между характеристиками, вообще-то говоря, характеристическая функция, как бы, она вполне определяется распределением вероятности. От этого зависит, как мы вычисляем математическое ожидание. Ну давайте это более как бы математически запишем. То есть между характеристическими функциями и функциями распределения есть взаимно однозначное соответствие. Так каждая случайная величина имеет функцию распределения и каждая случайная величина имеет характеристическую функцию. Между ними существует взаимно однозначное соответствие. Ну вот, оказывается, это соответствие, оно даже непрерывно, если мы только введем соответствующие исходимости для характеристических функций и для функций распределений. Поэтому давайте мы введем сначала вот такое определение. Пусть f, f1, я не буду даже писать, кси этих, f2, нас интересует просто, что это функция распределения и так далее. Функция распределения. Здесь даже не важно, какое вероятностное пространство было, потому что функции распределения – это функции, определенные на вещественной оси. У них есть характеристические свойства. Они неубывающие функции, непрерывные справа, на минус бесконечности 0, на плюс бесконечности 1. Вот и все. Любые такие функции можно рассматривать как функции распределения. Итак, пусть f, f1 и так далее. Два функции распределения. Будем говорить. Говорить. Что последовательность fn слабо сходится. Пишут вот так, в вероятности. Хотя вот этот знак, как бы, он в логике используется. Ну вот, fn слабо сходится к f, функция распределения слабо сходится. Если предел при n, стремящемся к бесконечности, fn, t от x равняется f от x. Но только это не в каждой точке x может выполняться. А вот обратите внимание на следующее важное дополнение. В каждой точке непрерывности функции f. Вот именно вот этой функции. Ну, вы знаете, что неубывающая функция, она может иметь не более чем счетное число точек разрыва. Так? Вот. Ну, каждая fn может иметь свое множество точек разрыва. Но мы ориентируемся вот на точке разрыва только предельной функции. Обратите внимание. Вот такое определение. Вот эта сходимость, как бы, она порождает у нас... Давайте сразу же напишем определение. Итак, будем говорить. Говорить. Что последовательность кси n, т случайных величин, сходится к случайной величине кси по распределению. И писать вот так, буковка d, distribution. По распределению. Если ну вот последовательность их, как бы, функции распределения слабо сходится к функции распределения кси. То есть вот слабая сходимость функции распределения, она порождает нам сходимость по распределению случайных величин последовательности. Ну и ключевым здесь является следующий результат. Вот я, к сожалению, не имею возможности здесь все дать вам с доказательством, но он достаточно прозрачный. Давайте мы его сформулируем как теоремку и обсудим. Теорема 1. Пусть F1, F2 и так далее. Последовательность функций распределения. И H1, H2 и так далее. Соответствующие им характеристические функции. Ну понятно, что за каждой функцией распределения стоит случайная величина. Вот это вот соответствие имеется в виду. Тогда тогда имеют место следующие утверждения. имеют место следующее утверждение. Следующее утверждение. Ну, два утверждения. Первое. Если F, N, T сходится слабо к функции распределения F и H это соответствующая F характеристическая функция то предел при стремящемся к бесконечности H, N, T от T равняется H, от T для всех T. Другими словами, из слабой сходимости функции распределения следует поточечная сходимость характеристических функций. Так? Ну, а пункт 2i это, в общем-то, как бы в обратную сторону. Если H, N, T от T сходится к H от T для всех T из R и, ну, мы не говорим, скажем, что H от T здесь характеристическая функция. Мы просто взяли предел H, N, T, от T. Он существует при каждом T. Так? При N стремящемся к бесконечности я отмечу здесь. И если H от T непрерывно в нуле, непрерывно в точке T, равная 0, то тогда H от T это характеристическая функция ну, отвечающая некоторому некоторому распределению F функция распределения так? И F, N, T тогда слабо сходится к этой функции распределения. То есть вот у нас как бы двусторонняя такая вещь. Если отвлечься от вот этого, это просто как бы немножко усиление. Если бы мы не знали, что это характеристическая функция, то достаточно проверить, что она непрерывна в нуле, и мы уже точно можем сказать, что это характеристическая функция некоторого распределения, и обратно F, N, сходится к F слабо. То есть другими словами, эта теорема у нас как бы говорит о том, что проверить слабую сходимость или сходимость по распределению случайных величин можно как бы проверить ее с помощью характеристических функций. Если сходятся характеристические функции у каждой точки, то значит у нас есть сходимость по распределению. Вот это важный момент. Ну вот эта теорема нам позволяет уже как бы сформулировать, может быть даже и успеть доказать центральную предельную теорему. Давайте попробуем ну по крайней мере сформулируем сейчас и обсудим. Так, так, теорема 2. Теорема 2. это и есть центральная предельная теорема. Вообще-то говоря, есть целый цикл результатов, которые объединяют вот общим названием центральная предельная теорема. Так же, как вот и законы больших чисел. Видите, у них у всех заключения практически одно и то же сходимость средних, ну, как бы средних случайного среднего, то есть средних случайных величин к детерминированному среднему. В зависимости от того, какие там условия накладываются и какое заключение, там усиленный закон больших чисел, слабый закон больших чисел. Вот и центральная предельная теорема, по существу, тоже здесь есть целый цикл теорем, которые называют центральная предельная теорема. мы докажем, сформулируем сейчас и докажем, ну, только, как бы, одно из простейших. Так, пусть кси1, кси2 и так далее последовательность, ну, вот, что мы требуем от этой последовательности. Независимых одинаково распределенных распределенных случайных величин. Величин. Ну, определенных на одном и того же вероятностном пространстве, раз мы уже говорим независимые. Так, с математическим отрежданием каждого ксиката равняется а и с дисперсией ксикатова равная сигма квадрат. Ну, и пусть СН это у нас сумма первых Н слагаемых кси1 плюс и так далее плюс кси-М. Тогда для любого Х имеет место следующее предельное соотношение соотношение. Соотношение. Давайте напишем. Предел при Н стремящемся к бесконечности вероятности того, того, что СН минус НА поделить на сигма корней из Н меньше либо равно, чем Х. Вот этот предел равняется ну вот единичка поделить на корень из 2 Пи интеграл от минус бесконечности до Х Е в степени минус У квадрат пополам ДУ. Ну, вообще говоря, вот это так называемая функция Лапласа. Ее даже вот так часто обозначают Фи от Х это Фи от Х функция Лапласа. Когда Х стремится к минус бесконечности это 0, когда Х стремится к плюс бесконечности это 1. Ну, а вот эта плотность это плотность стандартного нормального распределения. Так другими словами вот что. Вот что утверждает центральная предельная теорема. Давайте мы проанализируем. Итак, если мы суммируем независимые одинаково распределенные случайные величины, так мы получаем СН. Это СН мы фактически поднормируем. Математическое ожидание СН это НА. Мы вычитаем, делаем нулевое математическое ожидание. Так теперь дисперсия СН это сумма дисперсии КСИ1 и так далее КСИ1 это Н СИГМА квадрат. Так если мы хотим сделать дисперсию вот этой случайной величины единичной, мы должны поделить на корень квадратный из дисперсии, то есть на СИГМА корней из Н. Другими словами, вот то, что здесь стоит это поднормированная сумма таким образом, чтобы случайная величина, которая здесь получилась, имела нулевое среднее и единичную дисперсию. Ну вот оказывается, что тогда ну собственно мы можем попробовать начать доказательства вот и насколько успеем продвинуться, насколько продвинемся. Вот по существу смотрите, что нам нужно доказать. Вот если мы вот эту поднормированную сумму обозначим Zeta N то есть вот это вот S N минус N A поделить на Сигма корней из N то по существу что здесь написано? Вот эта вероятность это и есть не что иное как F Zeta N вычислено в точке X так и мы фактически хотим показать что для каждого их X F Zeta N от X сходится к функции распределения которая F от X мы можем тоже рассмотреть как давайте мы как функция распределения стандартного нормального закона так вот плотность F это от X это единичка на корень из 2 P E в степени минус X квадрат пополам а F от X тогда это вот функция распределения поскольку F от X это непрерывная функция то по существу вот это будет означать что мы хотим доказать что Zeta N что Zeta N сходится к это которое имеет стандартное нормальное распределение по распределению фактически вот что мы можем вот как мы можем переформулировать утверждение теоремы так вот а теорема 1 нам позволяет вот это утверждение перенести на характеристические функции а именно все будет доказано если мы покажем что H Zeta N от T сходится к H это от T при стремящемся к бесконечности для всех T а давайте вспомним что такое характеристическая функция стандартного нормального закона мы его вывели это E в степени минус T квадрат пополам то есть фактически нам нужно доказать что H Zeta N от T сходится вот к этой функции E в степени минус T квадрат пополам ну это это будет сделано следующим образом я наверное сейчас намечу а следующую пятницу мы доведем до конца все это рассуждение мы уже не будем обсуждать подробно вот этот переход а уже будем начинать с этого так в действительности мы теперь вот что сделаем мы введем поднормированные случайные величины XI N T вот у нас есть случайные величины XI 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 N мы поднормированные случайные величины XI N T с крышечкой возьмем мы их введем каким образом чтобы опять-таки мат ожидания было 0 а дисперсия единичка значит мы должны взять XI N вычесть A мат ожидания и поделить на сигма тогда у нас мат ожидания каждого XI N с крышечкой будет 0 потому что мат ожидания XI N а дисперсия XI N с крышечкой будет равняться единичке потому что сигма вынесется с квадратом а дисперсия к XI N это сигма квадрат вот ну и тогда у нас вот это наша Z N может быть представлена как сумма вот таких случайных величин ну как мы ее должны составить так у нас собственно если мы просуммируем просто XI 1 с крышечкой и так далее XI N с крышечкой так то у нас что же будет у нас не будет только вот этого множителя так поэтому поэтому XI N это будет не что иное как XI 1 с крышечкой поделить на корень из N плюс и так далее плюс XI N с крышечкой поделить на корень из N вот если мы корень из N вынесем так мы просуммируем XI N минус N это как раз и будет вот это вот S N минус N A вот поделить на сигма и на корень из N сигма выносится корень из N тоже выносится то есть по существу мы получили представление для Z N вот через такую сумму нужно заметить что у нас вот эти случайные величины независимы поэтому давайте еще отметим одну формулу и на этом поставим пока точку поэтому характеристическая функция Z N T от T будет связана с характеристическими функциями этих вот это будет давайте я напишу так это будет H от T в степени N где H от T это характеристическая функция ну вот любой из них ксикатая с крышечкой поделить на корень из N потому что у них одна и та же характеристическая функция у них одно и то же распределение а следовательно одна и та же характеристическая функция ну и вот мы попробуем по нашим начальным данным выяснить какой вид он имеет H от T и осуществить вот этот предельный переход на этом наверное сегодня мое время исчерпалось если есть вопросы то пожалуйста я попробую ответить если нет то до следующего раза что что то 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 Продолжение следует...